Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Он прошел долгий трудовой путь от простого рабочего до генерального консула. Ушел в жизни первый секретарь Карачаева Черкесского обкома КПСС Алексей Инжиевский. Моя карьера с Единой Россией. В республике обсудили новый закон Российской Федерации о занятости населения. Насколько оборудование качественное, как работает персонал. Общественная палата проверила качество оказания услуг в реабилитационном центре Россинка. Как реализуется федеральный просветительский проект «Урок цифры» азотехнологической грамотности демонстрировали в Ильичевской школе. Начинаем выпуск с печальной вести. Не стало Алексея Алексеевича Инжиевского, видного советского и российского государственного деятеля и дипломата, внесшего большой вклад в становление и развитие Карачаева Черкесии. На протяжении 10 лет он избирался первым секретарем Карачаева Черкесского обкома КПСС. За этот период, благодаря разумной политике и трудолюбию народов республики, экономика и социальная сфера развивалась динамично. Акчава многократно ранграждалась как регион, показывающий хорошую динамику и развитие в Буку. Буквально в январе по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в Москве Алексею Алексеевичу вручили юбилейную медаль «Столетие образования Карачаева Черкесской республики». В этом году ему исполнилось бы 89 лет. Он прошел долгий трудовой путь от простого рабочего до генерального консула. И везде, на любой должности он проявлял профессионализм, честность и нацеленность на результат. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича Инжиевского. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с исполняющим обязанностей главы администрации Прикубанского района Ахматом Семеновым, который доложил о социально-экономическом развитии населенных пунктов. Ковыря о планах было отмечено, что продолжится строительство и реконструкция социальных объектов, школ, фапов, физкультурно-оздоровительных комплексов. Прикубанский район традиционно аграрный, уже сейчас сельхозпроизводители активно готовятся к весеннеполевым работам. Большие планы по дальнейшему развитию промышленного садоводства. По обращению Ахмата Семенова, глава региона дал поручение Минструю Республики в текущем году отремонтировать участок дороги «Счастливая Аленовка». На площадке регионального отделения «Единая Россия» обсудили тему законопроекта о занятости населения в Российской Федерации. В нем нашли отражение ряд изменений, которые давно назрели. Встреча состоялась в рамках реализации партийного проекта «Моя карьера» с «Единой Россией». Альбина Ламкова продолжит тему. Одно из направлений нового проекта партии «Моя карьера» с «Единой Россией» – помощь жителям в вопросах трудоустройства. Совместно с участниками «Круглого стола» обсудили закон о занятости населения в Российской Федерации. Он в полной мере отвечает требованиям времени, меняя формат работы службы занятости и предусматривает целый ряд важных нововведений. Очень своевременный и нужный законопроект. Суть его в чем? Суть его в современных реалиях, когда у нас санкционные мероприятия и уже появились новые понятия, как самозанятая или платформенная занятость, просто жизненно необходим был. Закон о занятости населения в этом году исполнилось 32 года. И надо полагать, что о необходимости его изменений уже не было сомнений. Современные условия рынка труда предполагают другие подходы. Теперь услуги в сфере занятости будут оказываться не только гражданам, зарегистрированным в качестве безработных, но и тем, кто находится в поиске более подходящего рабочего места. Также особое внимание в новом документе уделяется людям, находящимся под риском увольнения. Бывшим участникам специальной военной операции и членам их семей. Поддержка этих категорий является в приоритете. Профсоюзы высказывают позитивное мнение о новом законопроекте. Профсоюзы предлагают законопроект продлить выплаты пособия по безработице на период обучения соискателя. Эта мера социальной поддержки предназначена для поддержания уровня жизни, потерявшего заработок гражданина, в период, необходимый для поиска новой работы, трудоустройства. Также предлагают в этот период выплачивать пособия в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Профсоюзная сторона против автоматического снятия с учета безработных. Поиск постоянной работы и оказание услуг службами занятости будет строиться на основании индивидуальных планов, учитывающих комплексную профессиональную оценку людей. Помимо этого, новый законопроект создает систему мер, направленных на сокращение нелегальной занятости и наделяет соответствующими полномочиями органы власти. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии полицейским исполичным задержан 33-летний серийный вымогатель. В полицию обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что малознакомый мужчина вымогает у него под надуманным предлогом 20 тысяч рублей. Передача денежных средств в размере 5 тысяч рублей в дальнейшем проходила под контролем оперативников. Как только злоумышленник получил от заявителя наличные на улице Победы города Черкеска, стражи правопорядка задержали его. Также установлено, что задержанный причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Судом ему назначено 10 суток ареста. В ходе дальнейших мероприятий выявлены еще два факта вымогательства, совершенные указанным гражданином в отношении еще двух жителей Карачаева-Черкесии. У одного из которых преступник завладел денежными средствами в сумме 68 тысяч 500 рублей, а у другого 3 тысячи рублей. В действиях задержанного осматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, плюс 1, а днем 2-7 градусов выше нуля. В горах минус 3, плюс 2. Ночью и утром в дорогах гололедится. В Черкесии ночью небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью минус 1, плюс 1, а днем 3-5 градусов тепла. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов. Выходной понедельник. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8 952 836 47 03. Вакцинация от полимелита в республике продолжается. Это противоэпидемиологическое мероприятие проводится с целью предотвращения возникновения случаев заболевания полимелитом среди детского населения. Главный врач Шхабетской центральной районной больницы Амин Макауф ответил на все актуальные вопросы, связанные с этой вакцинацией и призвал родителей отнестись очень серьезно к данной теме. Мое мнение остается незыблемым. Если вашему ребенку сделано уже три тура ИПВ, не надо отказываться от вакцинации. Давайте мы все вместе добьемся и решим эти две злободневные вопросы. Два злободневных вопроса. Первый вопрос это вытеснение диких видов полимелита с территории Карачаева Черкесской республики, которые обнаружены, которые есть. И Роспотребнадзор об этом говорит. И в постановлении номер 3 от 16 января о дополнительной иммунизации об этом тоже говорится. И вторая задача, которую мы должны с вами достигнуть, это 95, не менее 95 процентов привитых от полимелита детей. Ну давайте вместе этого добьемся. Честно говоря, лет 20 назад об этом даже говорить не надо было. Все это понимали. Все относились к этому с доверием. К медицинскому работнику относились с доверием. И все вопросы решались практически на полусловий. Но я еще раз говорю, благодаря тому, что есть достаточно активное меньшинство, которое пытается навезать свое мнение большинству, у нас, к сожалению, приходится сегодня уговаривать и объяснять все, что необходимо, для того, чтобы родители согласились на проведение вакцинации. Полное интервью с главным врачом Хабетской центральной районной больницы смотрите завтра в 17.30 на канале Россия 24. Члены общественной палаты Карачаева-Черкесии провели выездной мониторинг качества оказания услуг в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка». Общественники проверили состояние помещения учреждения, в котором ранее располагался дом престарелых. Здание после ремонта, в нем есть все необходимое для реабилитации юных жителей Карачаева-Черкесии, столовая с разнообразным меню, вкусной едой, кабинеты психолога, педагогической помощи, музыкальные классы и многое другое. Детки вместе с родителями находятся здесь на полном пансионате в течение 16 дней. И уже то, что старшие довольны, говорит о многом. Мы прибыли для того, чтобы посмотреть, во-первых, новый дом, который получил реабилитационный центр «Росинка», посмотреть, насколько здесь качественные оборудования для того, чтобы помогать деткам с ограниченными возможностями и посмотреть, как работает персонал. Какое оборудование они приобрели, которое не только использовалось во время реализации гранта, но используется сейчас и легло в основу создания микро-реабилитационных услуг и микро-реабилитационного отделения, которое сейчас функционирует в доме «Росинка». Сегодня жители Карачаева-Черкесии приняли участие в диктанте ЖКХ. Эта просветительская акция проходит в нашей стране впервые. В Черкесске в ней присоединены студенты Северокавказской государственной академии, а также жители города, представители регионального министерства строительства и актив партии «Единая Россия», которая стала на федеральном уровне инициатором проверки грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В беседах мы, когда по разным вопросам общаемся, мы видим, что жители наши довольно-таки проявляют свою грамотность в отношении и содержания домов, и в отношении управления домами, и в отношении оплаты за коммунальные ресурсы. Диктант ЖКХ в этом году объявлен впервые. Он нацелен на несколько направлений. Одно из направлений – посмотреть, насколько люди вообще грамотны и компетентны в различных субъектах в сфере системы жилищно-коммунальных услуг, а с другой стороны, он каждому человеку покажет те пробелы в знаниях, которые ему необходимо восполнить. Федеральный просветительский проект «Урок цифры» был запущен в ради регионов страны в 2018 году. С сентября 2022 года начали реализовывать по всей России. Приятно, что в числе, так сказать, первопроходцев оказалась и Карачаева-Черкесия. А за технологической грамотность вместе с воспитанником средней школы села Ильичевского Прикубанского района республики изучал наш корреспондент Артур Мкцы. В средней школе села Ильичевского проходит открытый урок цифры. Тем, кто застал еще времена такого предмета, как информатика, многое было бы в диковинку. Современные технологии позволяют проводить видео-лекции, сразу же проходить тестирование полученных знаний, попутно корректируя образовательный процесс. Что радует, Карачаева-Черкесия входит в число регионов, активно принимающих участие во всех уроках этого цикла. Сегодня наш урок посвящен анализу в бизнесе и программному продукту. Анализ в бизнесе сейчас является особенно актуальным. Поэтому мы должны детям уже в школе показать начальные азы какие-то анализы. Во время занятий большое внимание уделяется практическим примерам. Например, сейчас очень актуальна программная версия. Анализ является инструментом для успешного ведения бизнеса. Допустим, создано какое-то приложение для гаджета. Чтобы сделать его более популярным, запускается пробная версия. С ее помощью можно собрать информацию от пользователей, что нравится или не нравится в оформлении, есть ли какие-то проблемы при скачивании. Чем больше мнений, тем выше шансы, что версия для общего пользования выдержит конкуренцию на рынке технологий. После того, как дана теоретическая часть темы, школьники могут самостоятельно проверить на тренажере, насколько хорошо усвоен урок. Я считаю, что это мне пригодится в жизни. Наш час окружает технологии. И нам помогает в более молодежной сфере узнать об этом. И нам очень интересно этим заниматься. Я хочу будущим посвятить как раз этой профессии программистов. В начале урока наша учительница преподает нам саму тему. Мы изучаем ее, после мы делаем конспекты. После конспекта мы начинаем делать эту тему в практике. После практики нам выставляют наши оценки, судя по тому, как мы справились с нашей работой. В будущее я собираюсь поступить на программиста. И мне нравится информатика. И в нашей школе, получается, мы получаем азы. Такие занятия будут полезны не только тем, кто планирует сделать карьеру в сфере высоких технологий. Осведомленность помогает лучше разбираться в программных продуктах. Пользоваться тем, что облегчает получение информации или услуг в повседневной жизни. Артур Мухцей, Ислам Урумов. Вести Карачаево-Черкесия. Прикубанский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Лимитчицы». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова